Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Карающая длань». Приятного просмотра! Кэш Уильямс живет в американской глуши и часто наведывается к единственным близким людям – племяннице Саванни и ее отцу Финни. Мужчина хандрит и много пьет из-за того, что недавно умерла его жена, сестра Кэша. Только дочь подросток и работа на ферме заставляет его вставать по утрам с кровати, а вот в церковь он перестал ходить. Ему не хватает мамы. Да. И мне тоже. Проповеди читает отец Уайлдер, в прошлом опасный уголовник. Саванна похвасталась перед ним своим новым ножом. Они с дядей ждали отца в кафешке, но он так и не пришел. Когда Кэш отошел позвонить ему, за их столик уселись три стрёмных типа. Бандиты нехотя выпустили девочку и завели разговор о ферме. Когда Кэш привез Саванну домой, Финни был уже в стельку пьян. У Кэша раньше тоже были проблемы с алкоголем, но он завязал. А сейчас его главная проблема – это зять, который через банк заложил ферму местной бандитки по кличке Кошка. Теперь этот придурок должен 100 тысяч долларов отмороженной головорезки. Два торчка собирались обнести лабораторию Кошки, где она варит всякую дрянь. Но один из них убился, упав на штыри в яме, а второй угодил в капкан. Кэш приехал к банкиру Зику, чтобы поговорить о долге. А оказалось, что Кошка не отстанет от семьи, пока Кэш не сделает для неё кое-какую работу. В этот момент на ферму приехали бандиты и вломились в дом Финни. Бык стал избивать мужчину и послал Ланни разобраться с девочкой. Саванна резанула рыжего по лицу, он же не раздумывая пустил в ход кулаки. Финни с девочкой вывели на улицу, и мужчина был застрелен на глазах у дочери. Однако чуть позже мы узнаем, что бык на самом деле выстрелил рядом с ухом Финни и только оглушил его. Кэш приехал к шерифу. Блюститель порядка напомнил Кэшу, что он также долгое время работал на кошку. Он бы с удовольствием усадил бандитку за решетку, но им нужны железные доказательства. Бывшему преступнику ничего не оставалось, как приехать в поместье к этой самой кошке. Ему интересно, почему женщина угрожает его семье. Но послание это было для тебя. Кошке не нужны ни ферма, ни его придурок-зять. Женщина хочет, чтобы ее лучший головорез вернулся в дело. В качестве уплаты долга Кэш должен будет выполнить три задания, и преступник был вынужден согласиться. Вечером кошка решила самолично наказать выжившего торчка. Чтобы воришка больше не вернулся, кошка отрезала ему палец. Той же ночью за Кэшем приехал бык. Пора выполнить первое задание. Избитого Харлина выкинули из машины рядом с магазином. Он тут же кому-то позвонил, и воришку подобрали на машине. Бык с Кэшем проследили за ней. В доме в лесу собралась целая банда. Они собираются отомстить кошке и напасть на нее. Но женщина сработала на опережение. К дому подъехали остальные члены банды, вооружившиеся дробовиками и винтовками. Получил пистолет и Кэш. Правда, патронов в нем не было. Всего за пару секунд четверо из пяти человек были расстреляны. Последний пытался убежать через заднюю дверь, но Кэш его вырубил, а Ланни добил его. Мой ствол не заряжен. Упс. Ты прошел тест на шивость. Финни решил все-таки завязать и вылил все бухло в раковину, чем очень порадовал Шурина. Вечером Кэш встретился с проповедником в баре и рассказал свою историю. Они с сестрой долгое время баловались запрещенными веществами, пока однажды она не скончалась от передоза. Колеса заблокировали электроимпульсы в сердце. Посреди ночи Кэшу снова позвонили. Теперь нужно убрать своего, Лазаруса. Кошка узнала, что он мутит на стороне. Сегодня Кэшу нужно просто побыть водителем. Макрухой займется Уэс. Лазарус сел в тачку. Сначала они должны встретиться с покупателями крупной партии товара. Машина остановилась на поляне. Лазарус и Кэш выгружат ящики. А вот Уэс ведет себя как-то странно. Барыга это заметил, но не думал, что старый подельник его сейчас застрелит. Кэш в шоке. Ведь Лазаруса нужно было валить после того, как пройдет встреча. Это его сделка. И это его связи. Дерьмо. Покупатели приедут уже через 15 минут. Они еще даже тело не спрятали. На поляну подъехала тачка с серьезными людьми. Двое бойцов вышли из нее с винтовками. Главный очень недоволен тем, что видит перед собой двух непонятных типов, вместо человека, с которым вел дела. Уэс нервничает, поэтому Кэш стал вести переговоры. Бородач увидел на его ботинке кровь. И Кэш тут же достал пистолет. Он предложил не отвлекаться на мелочи и закончить сделку. Главный согласился. Тащи деньги. Спустя несколько секунд из троих в живых остался только один стрелок. Паренек еще немного пострелял и убежал в лес. Но Кэш настиг его и ранил в ногу. Опытный бандит предлагает все-таки закрыть сделку. Трупов на сегодня хватит. Кэш закинул сумку с деньгами в машину, а паренек уехал с товаром. Но вот беда. После перестрелки машина вышла из строя. Поэтому по вызову Шурина на поляну подъехал Финни. На его пикап погрузили трупы бабки. А фургон Кэш уничтожил. Отмывая кровь, он рассказал Финни, что это второе из трех заданий, которое он выполняет в счет долга. Пойду, чтобы вы закончили то, во что не хотите меня посвящать. Спасибо, зайка. А если кошка не сдержит слова? У меня есть запасной план. Кэш встретился с помощником шерифа и сообщил Дюку, что хочет сдать кошку. Здесь полно ее лабораторий. Она производит огромное количество товара. Дюк готов поднять свои связи. Бандит пока должен пометить на карте все лаборатории. Отец и дядя обучают Саванну стрелять из винтовки по мишеням. И у нее неплохо получается. Как-то Дюк остановил подозрительную дамочку. Она попыталась всучить офицеру 100 баксов. Но Дюк потребовал, чтобы женщина вышла и открыла багажник. Мадам схватилась за пистолет. После чего оказалась в наручниках на асфальте. В багажнике лежала крупная партия таблеток и порошка. Курьер пообещала Дюку, что ему недолго осталось жить. Вечером за Кэшем заехали бык и Лани. Они привезли его в особня кошки. Сегодня здесь был устроен настоящий банкет. Зик не просто банкир. Он сын авторитетной бандитки. И она души не чает в своем сыне. Дама припомнила недавнее происшествие на поляне. Не зря она снова наняла Кэша. У нее большие планы на этого профессионала. В свое время, чтобы выйти из команды, Кэшу пришлось обжечь себе руку. В зал вкатили главное развлечение на этом званом ужине. В кресле сидел избитый заместитель шерифа. Этот образцовый коп долгое время был для них занозой в заднице. Теперь они сделают с ним нечто такое ужасное, чтобы больше никому не захотелось переходить им дорогу. Экзекуцией займутся два отмороженных брата, Бык и Ланя. Они взяли по молотку и раздробили Дюку колени. Никогда еще не видела, чтобы колени так разлетались. Мужчина стал умолять отпустить его. У него есть сын. Но садистка только начала веселье. Другие бандиты поникли. Даже для них это слишком жестко. Все отказались марать руки. Тогда вышел Кэш и предложил вывести Дюка в лес, чтобы там по-тихому избавиться от тела. В ответ кошка схватила нож и резанула Дюка по горлу. Унесите этот мусор и скормите моим псам. Все, что останется от тела, должен будет закопать Кэш. Бандит считает, что на этом их сотрудничество будет окончено. Это последнее третье задание. Но кошка плевать хотела на договоренности. Племянница будет жить до тех пор, пока Кэш работает на их организацию. Опустошенный бандит вернулся домой. Ему придется придумать новый план. На следующее утро Бык выяснил, что убитый офицер разговаривал по телефону с Кэшем. Как нам действовать? По-зверски. Кэш тоже понял, что отсидеться не получится. Он стал объезжать владение кошки и помещать на карте все ее лаборатории. Финни впервые после похорон жены пришел в церковь, но все же не смог там находиться. Он извинился перед Саванной за то, что был ей плохим отцом. Теперь все будет иначе. Прямо перед ними на машине остановился Бык и высадил двух отморозков с битами. Финни долго отбиваться не смог. Его повалили на землю и принялись ломать кости. Вмешался отец Вайлдер и отбил хотя бы девочку, позволив ей убежать. Финни выглядит совсем плохо. К нему в больницу приехал Кэш и узнал, что мужчина только что скончался. У Саванны остался только дядя. К особняку кошки приехал Шериф. Все это время он прикрывал бандитку. Но сегодня человек был убит на глазах у целой толпы. Женщина ответила, что если Шериф будет ее доставать, то отправится вслед за своим помощником. Кэш думает, как ему защитить Саванну, потому что от этих людей их не сможет спасти даже полиция. Кэш помолился и попросил Бога помочь перебить всех этих подонков. Первым на тот свет отправился Торчок, который зависал с Лани. Отморозок пытался отстреливаться, но был убит выстрелом в голову. Правда, при этом умудрился сбить Кэша. Вскоре кошка узнала о произошедшем и послала своих людей в дом проповедника. Они уверены, что Вайлдер скрывает девчонку у себя. Проповедник успел вломить сковородкой только одному бандиту, остальные накинулись на него. Саванна действительно пряталась здесь на чердаке. Чтобы Вайлдера не забили до смерти, девочка покинула укрытие и позволила себя схватить. К нему домой перебежал Кэш и узнал, что кошка собирается обменять его жизнь на жизнь племянницы. Но Кэш не собирается играть по правилам этой садистки. Вместе с проповедником они завалили в банк и взяли в плен Зика. Им больше нечего терять. У кошки было трое сыновей. В живых остался только один. Пока что. Позвонил Кэш и предложил обменяться заложниками у карьера. Но женщина заявила, что убьет Саванну, если Кэш сейчас же не приедет в ее поместье. Не обнадеживающе. Да, вам гонал. Кэш через лес продвигается к особняку. Повсюду расставлены капканы. Вайлдер привязал Зика к капоту и в таком виде привез его к кошке. Именно он проведет обмен. Действую по ветхому завету. Око за око, зуб за зуб. Тем временем Кэш нагинул капкан на голову одного из бойцов. Охранять Саманту оставили одного Уэса. Связанная девочка пододвинулась к камину и разрезала веревку отеса, который там стоял. Там же висела винтовка, которой Саманта не раздумывая воспользовалась. Обмен сорвался и по Вайлдеру открыли огонь. Бандитам при этом нужно не попасть по Зику. Они обходят машину с двух сторон. Проповедник завалил одного из них. Из леса вышел Кэш и подошел к дому с другой стороны. Уложив еще двоих, он проник внутрь. Зик смог освободиться и спрятался за деревом. При этом Рыжий схватил винтовку и всадил несколько пуль в Вайлдера. Сам он был ранен в ногу. Зик решил скрыться в лесу, но там без присмотра остались злобные псы, которые на него сразу накинулись и разорвали. Кошка нашла своего сына, умирающего в агонии. Вайлдер устроил перестрелку с еще одним бандитом. И хотя вышел из нее победителем, получил пулю в плечо и вырубился. Бык пытается добраться до саванны, но сделать это непросто, потому что девочка отстреливается из винтовки. К сожалению, патроны закончились. Но как раз на подмогу пришел Кэш. Он накинулся на быка. Здоровяк достал нож и всадил его Кэшу в живот. Бык собирался добить раненого, но тот искромсал его шею черепком от вазы. Кэш нашел саванну и уже собирался уходить. Однако в дом вернулась кошка и ранила его из винтовки в ногу. Еще одна пуля прилетела в бок. Кэш попросил племянницу выпрыгнуть в окно и бежать. Бежать из штата. Девочка нехотя подчинилась, а Кэш словил еще одну пулю. Нет в мире такого места, где я ее не достану. Однако саванна не бросила дядю. Она забежала с другой стороны и всадила свой нож кошке в висок. Вайлдера заштопали. И спустя какое-то время он вернулся к пастве. Выжил и Кэш. Он заменил саванне отца. Субтитры сделал DimaTorzok